добрый день дорогие друзья вы на канале клан сибирских цветочниц сегодня я буду сеять перец сладкий апельсин и лук репчатый exhibition сроки посева этих культур для сибири в среднем конец февраля начало марта можно немножко раньше можно немножко позже уже от условий ваших личных сеять я буду необычным способом сейчас обещаю объясню в чем дело обычно когда мы сеем семена овощных культур необработанные а у меня необработанные семена их нужно на минут 15 замочить в теплом растворе марганцовки и потом на сутки обычно в ватных дисках либо в марле либо в каких-то салфетках оставляют прогреваться в тепле на батарее я буду делать по-другому у меня есть парничок про который я не один раз уже рассказывала который подогреваемый то есть в нем под ним лежит специальная грелка которую я могу включать по своему желанию я хочу семена прогреть не отдельно на батарее а уже в земле и сейчас я расскажу как я это делаю потом покажу что из этого будет получаться и так вот земля в контейнерах кстати обратите внимание на то что если семена цветов сеяли в грунт в торф классман чтобы он был рыхлый вот это уже почва грунт то есть это грунт из в моем случае примерно треть это садовая земля примерно треть это торф плюс немножко перегноя у меня нашлось и плюс сапропиль для увеличения питательности вот эту землю я сейчас буду обрабатывать обрыскивать раствором который значит это привикур привикур он растворенный по норме полтора миллилитра на один литр воды и плюс у меня здесь актора которая растворена тоже по норме почему я это делаю потому что я хочу предотвратить развитие насекомых и болезней а насекомых вы все знаете каких то есть это почвенная мушка которая летает которая вредит всему что можно и она кстати как бы тут это я просто попалась у меня на глаза попалась на глаза вот такая штучка которой я буду делать бороздки значит мушка сама вот как летающая насекомая она не вредит особо но она откладывает землю свои яйца из которых вылупляются личинки личинки маленькие полно один полтора миллиметра и мы их в основном не видим потому что они в земле но питаются то ничем как раз таки корнями наших мелких всходов вот и бывают очень неприятные ситуации конечно от этого всего которые нужно избегать поэтому я вот таким образом проливаю опрыскиваю сейчас еще бороздки доделаю и бороздки тоже пропрыскиваю и это дает ну а какую-то гарантию от того что мои всходы не погибнут от этой зловредной мушки либо от корневой гниги с которой борется привикор так почва подготовлена берем перец перца тут не знаю не очень много сейчас я его буду вот так вот в пакетике сейчас я его буду раскладывать по бороздкам не удивляйтесь потому что я посеяла всего шесть штучек мне достаточно перца можно сеять намного гуще смотрите уже по своим потребностям мне просто достаточно вот этого количества высаживать его выращивать я буду в контейнерах поэтому ну я думаю что я парочку себе оставлю остальные даже и подарю с кем-нибудь поделюсь теперь я эти семена буду сейчас еще раз их опрыскиваю на всякий случай вообще протравливать семена можно любым фунгицидом которые есть и про муху не договорила значит чтобы бороться с этой мухой нужно соблюдать влажностный режим то есть не переливать она заводится вот в очень влажных условиях и проветривать обязательно проветривать потому что ну чем спертия воздух тем больше вероятность того что эта мушка заведется опять же если завелась но не паникуйте все равно есть средства от насекомых все присыпали садят семена сеют на глубину от 0 5 до полутора сантиметров то перец отставили в сторону теперь что касается лука семена лука они черные поэтому их в общем достаточно тяжело посеять так как ну как хотелось бы садоводы сеют на мел например можно растолочь мел посыпать белые оборостки и уже на них посеять семена я разложу мне тоже нужно его немного поэтому я разложу просто вручную я закончила раскладывать лук по нему что я могу посоветовать если у вас действительно его очень плохо видно еще у него такие треугольные семена поэтому когда раскладываешь а бывает что прям вот он отлетает из пальцев вроде как выпустил отлетел в сторону но появятся всходы и мы будем понимать что получилось если у вас есть вот такие либо ну похожие удобные пинцеты попробуйте посеять пинцетом пораскладывать пинцетом и посеять в этом случае вот если видно сейчас попробую увеличить я сделала еще один ряд дополнительный видите вот эти дырочки то есть можно прямо пинцетом вкладывать вот таким образом вот таким образом семечко в почву поступайте как вам удобнее это будет ваш метод посева так значит что нужно сказать еще сразу по луку то что появляться всход и будут петелькой вот этого не стоит бояться потому что это не помидоры которая если сходит петелькой то ничего хорошего это не значит просто помидоров точка роста сверху и желательно чтобы взошли семидоль камере ровно раскрылись сразу же а это будет залогом хорошего развития дальнейшего растения а у лука точки роста сверху нету поэтому будут появляться петельки и это нормально это хорошо а теперь я покажу тепличку парничок прежде чем показать парничок конечно же чтобы не было дополнительных вопросов конечно же я засыпаю эти семена да и делаю все руками мне как-то удобнее руками можно делать я с перчатками земле работаю только когда большой объем земли например я имею виду дома вот при посевах там с рассадой когда большой объем земли когда вот такие вот маленькие но мне как бы нормально и без перчаток нормально и еще забыла сказать овощные культуры я высаживаю в контейнера в которых проделаны вот такие довольно крупные отверстия это нужно для отвода влаги для отвода влажности земли и соответственно чтобы не завелась та самая неблагоприятная нелюбимая всеми муха дальше я подготовила маркеры ну не ругайте что он грязный он уже не один раз был использован маркеры нужны для чего для того чтобы все-таки не перепутать мало ли какие бывают ситуации здесь я написала лук на втором я написала просто перец потому что у меня только по одному виду если у вас разные виды конечно же пишите название а вообще можно писать все что угодно сроки посева не знаю там при фирму производитель то есть все что угодно я эту информацию я буду заносить в блокнот вот это тоже очень очень советую блокнот должен быть потому что вы будете смотреть потом в следующем сезоне что происходит как долго сходили эти семена или эти семена или вот как в моем случае например все они сейчас пойдут на прогрев парник и сколько они будут сходить я вам скажу в следующем видео когда буду уже показывать всходы двух вот этих овощных культур сразу же отвечая на возможные вопросы томаты в сибири сеют начиная с середины марта это средний срок вот средний я буду сеять в конце марта потому что мне было немножко я в прошлом году сеяла 17 15 или 17 марта и чуть-чуть они у меня переросли я с этим справилась вот но я посею наверное все таки в самом конце марта исходящее из того что у меня сорта такие которым 60 дней получается до высадки и в общем будет нормально все вот теперь точно пошли в парничок вот этот парничок сейчас у меня здесь находится абриетта на еще не взошла она посеяна присыпана песком но уже сеялась вместе с лобили и лобили уже взошла обрет и еще думает ну пусть думает вот я поставила две ложечки с луком и перчиком и сейчас я накрою крышкой и плотно плотно закрою внутри парника очень хорошая влажность и температура видите я буду каждый день опрыски так же как я делаю с цветочной рассадой вот и почему там очень хорошая влажность потому что вот вот это греющий коврик моем случае это грелка но она специальная грелка для животных которые не перегревается можете взять другую на ночь я отключаю и освещение и подогрев днем утром вернее я включаю можете взять другую если захотите попробовать вот такой мой метод я думаю что прогрев семян сработает во всех случаях потому что ну я имею виду и на батареи прогрев на сутки и вот таким образом как у меня в теплице парнички потому что для семян сигналом к пробуждению является влажность тепло и свет и у нас получается влажность в этих контейнерах есть конечно же тепло есть и свет у меня видите освещение ну тут просто биколорные лампы такой не очень приятный цвет на камеру получается но всходом нужно именно биколорные лампы это единственное что я уяснила вот из своего опыта что сходы лучше на биколорах растут нежели на full спектр и напишите мне пожалуйста в комментариях сделать какое-то видео по именно по лампам или не стоит или может быть и уже давным-давно знают свои предпочтения тогда напишите в комментариях какие лампы вы предпочитаете ну что спасибо что были с нами вы были на канале клан сибирских цветочниц пожалуйста подписывайтесь если вам интересно ставьте пальчик вверх или пальчик вниз как-то проявите свою эмоцию и задавайте вопросы в комментариях я обязательно на все отвечу меня зовут анжелика пока пока